Чехол для телефона И мы с вами абсолютно спокойно защитим наш любимый мобильник Вот таким очаровательным аксессуаром Вязать мы будем из тоненького махера У меня два неопознанные остатки тонкого махера Но говорю сразу, поскольку вязать мы будем на машинке SilverReed 840 Двусторонним полотном, полным ластиком Таким образом нитка должна быть очень тонкая На толстой нитке полный ластик у нас не будет вязать Поэтому тонкие нитки двух цветов сочетаемых Телефон, на котором будем вязать И начинаем работу Вязать чехол начинаем с того, что замеряем наш телефон И смотрим, какого размера нам нужно полотно Так, вот такое полотно меня вполне устраивает Я связала одну часть, сейчас мы с вами свяжем половинку То есть если приложить, понятно, что вот такой чехол меня вполне устроит Для того, чтобы его связать Мне нужен сначала достаточно плотный и красивый край С другой стороны мне нужны открытые петли, за которые я соединю обе детали И за протяжки по краям По серединке мы вывяжем рельефный узор Его видно даже на темном полотне Второе полотно у меня будет светлое Такой контрастный, не контрастный, а двусторонний цвет Можно будет надевать и в одну сторону, и в другую Итак, размер моего полотна 20 петель на 60 рядов В районе 60 Почему в районе? Потому что будет зависеть от того, как у меня закончится узор Я должна закончить узор, только потом заканчиваю вязание У меня получается 56 рядов, вполне устраивает Учтите, что полотно очень тянется хорошо Поэтому плюс-минус 3 петли ничего не изменит Для среднего телефона 20 петель на одну сторону вполне достаточно Длина зависит от того, какой длины ваш телефон Начинаем вязать нитку Вставляем нитеводитель И сразу делаем минимальную плотность, потому что край должен быть плотненький Заработок Линейку К сожалению, у меня нет оттяжки двуфантурной короткой Найти я так ее и не могу Поэтому пользуюсь стандартной на 50 петель Постарайтесь равномерно распределить ее по серединке Потому что если будет перекос, оно немножко перетянет на вязание Надели Грузик, чтобы оттягивала И вяжем Делаем красивый заработок То есть начинаем Устанавливаем круговое вязание на нашей машинке Потому что нам нужно провязать одну сторону, вторую И так провязали передняя фонтура, задняя фонтура Убираю круговое вязание И на всех петлях провязываю общий ряд Мы сделали заработок, который нам украсит край нашего чехла И все Теперь после этого устанавливаю рабочую плотность Рабочая плотность у меня 6 две точки Изначально была нулевая Я вязала на нулевой плотности Учитывая, что двухфонтурное вязание у нас всегда идет на тонкой нитке Нулевая плотность для заработка очень даже подходит И два ряда на всех иглах Раз, два Для чего мы это провязали? Потому что я сейчас буду начинать вывязывать узор А для этого мне нужны нормальные петли У меня от прошлого полотна От первой части осталась метка на машинке Вот она Сейчас я ее подправлю Это две центральные петли Они важны, чтобы у меня узор шел четко посередине И смотрите, количество игл на передней фонтуре должно быть четное Потому что по серединке у меня четное количество игл Вот, вот эта середина И сейчас четыре средние Четыре петли, которые у меня в самой серединке находятся Я перенесу на переднюю фонтуру Для того, чтобы у меня на задней фонтуре вообще На передней фонтуре не оказалось вот этих вот четырех игл Я формирую рисунок Эти иглы убираю в заднее положение Они в работе участия не принимают Угнуляю счетчик И теперь я начинаю подсчет рядов На центральных иглах по две петли На центральных иглах передней фонтуре Нет петель, нет нитки Они стоят в заднем положении И два ряда Беру для конкретно этого узора Четырехугольный декер Если у вас нет четырехугольного Берите любой другой Узор будет немножко отличаться Но принцип у него будет все равно такой же Четыре петли И переношу их на две иглы То есть у меня Две иглы пустые Беру с этой стороны Переношу и соединяю их по серединке То есть у меня в середине Теперь на иглах петли есть Четыре иглы Свободных я разнесла к тетуре Провязываю два ряда Одноигольный декер И начинаю разносить эти петли в стороны То есть возвращаю так, чтобы у меня в середине опять оказалась пустая часть Поэтому беру правую петлю И на две иглы переношу в сторону Левую и на две иглы переношу в сторону Если переносить на одну иглу У нас будет очень невнятный узор То есть носить надо на две Только тогда получается вот такая вот Рыхлость и объемность Следующую Следующую Можно любое количество петель переносить Можно переносить в другой последовательности Но в любом случае принцип этого узора таков Что мы переносим на две иглы Если переносить на одну Подобного рельефа не получится Два И вот мы получили в середине пустые четыре иглы Считаем, что с этого и начали На счетчике 12 рядов Берем опять четырехугольный декер И возвращаем петли Так, чтобы у нас середина была занята У меня освободились две иглы По сторонам Каждый раз проверяйте, что эти иглы стоят четко в заднем положении Иначе машина поставит их в работу И нарушится узор Одноигольный декер И обратно перебрасываем через две иглы Таким образом Проверили, что эти иглы стоят в заднем положении Можете поставить все иглы вперед Машине будет легче их забирать Таким образом вы вывязываете нужную вам высоту Для телефона Телефоны у всех разные Еще раз повторюсь, что для моего телефона Мне нужно провязать в районе 60 рядов Зависит все от того момента, когда я закончу раппорт Провязали нужную длину Перекидываем петли с передней фонтуры на заднюю Для этого можно поставить сдвиг фонтуры на П Для того, чтобы у нас иглы четко стояли одна напротив другой И не надо было думать, куда мы ее пересаживаем Беру трехугольный декер По три петли сразу буду перекидывать Перекинули Проверили, что переднюю освободили полностью Провязываем два ряда Все, мы закончили вязание нашего полотна Могу отрезать миски, оно мне больше не понадобится В этом месте Будем сшивать детали совсем по-другому И теперь я снимаю на вспомогательную нить У меня провязаны два полотна Причем нитка одинаковая, только разного цвета Первая только что снята с машины, она длиннее Кажется, вторая уплотнилась и уселась уже по размеру Потому что она снята заранее Вот Второе полотно тоже должно принять форму Но, в принципе, я могу этого не ждать И соединить эти детали прямо сейчас Итак, лицом к лицу я их сложу Шов я буду делать по изнанке И надеваю первую деталь Лицом к себе На иглы машины Сшивать буду на машине Соединяю на то количество игл, которые мне хватает изделия Поскольку я провязывать не буду Пересчеты никакие делать не нужно Беру за петельный столбик Самый крайний Самый уголочек Самый краешек Надеваю на иголки с одной стороны Петлю оставьте Мы ее будем соединять Вторую, третью Вот там И аккуратненько Спокойно надеваете За протяжку Не надо За целый петельный столбик Утолщать ничего не нужно Надеваете одну деталь На одну сторону И вторую деталь Сверху Сначала по краям Потом серединка И равномерно распределяете Потом точно так же Сверху Надеваете вторую деталь Лицом внутрь Узором внутрь Главное не забудьте Где у вас открытые петли Чтобы у вас Открытые петли были с одной стороны Соединили И берем нитку Вот она у меня тут как раз есть С края Вот этот вот край Здесь Серединка И просто закрываем Это один из вариантов Можно выполнять Красивые внешние соединения Можно соединять Вот так вот Как я сейчас делаю Можно соединять Через планку Можно соединять Вот как захотите Таким образом Вы можете соединить Наши две детали Можно вывязать Одну из другой Но при этом Учтите что тогда У вас не получится Одинакового края То есть наша задача Была все таки Сделать край Красивый Если вы будете Одну планочку Ввязать и другой Будет гораздо тяжелее В этом плане Просто закрываю косичкой Вот какая нитка была Была фиолетовая Закрываю Плотненько так Колки мне не дадут Далеко уйти И сделать какие-то кривые Соединения Вытягиваю петлю Подлиннее Чтоб она не убежала Не распустилась Вот так Длиннее Она у меня теперь не распустится Запоминаю Что у меня Вот тут Вот была петля И Соответственно Вот тут Цепляется И начинаю надевать Точно так же Вот у нас Наше соединение Можно даже посмотреть Как это выглядит Снаружи Очень даже симпатично Начинаю надевать Открытые петли Вот как надевали Так и Оставляем эту петлю И эту петлю Потому что Мне надевать еще Вторую часть И чтобы у меня Более-менее Одинаково Это все было Оставляем Так 20 петель Надо 10 20 Надеваем сначала Одну деталь Потом вторую За открытые петли Которые мы оставили После провязывания Каждой детали Вспомогательную нитку Можно снять После того Как мы уже Закроем Все И Наше изделие Будет готово Надеваете Сначала Одну нитку Одну Одну сторону Потом вторую Точно так же Закрываете Этой же нитью Которая у нас Остается Длинная петля Осталась И она Никуда не денется Потому что Мы ее вытянули Закроем Чем-либо 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 Horез inne Будет готова Estachts Кудраем От Healing Делаем Достаю петлю, которая у меня осталась, и закрываю такой же косичкой, как было в боковой стороне. И после этого я могу спокойно закрывать третью часть, третью сторону, на метке, для которой у меня остаются, то есть одна игла и крайняя игла с этой стороны. Натягиваю петлю, у меня две стороны соединяются. И точно так же на эти петли надеваю третью часть и закрываю этой же ниткой. Вот что у нас получилось. С одной стороны чехол темный, с другой стороны светлый. Очень красиво, интересно, легко вынимается, легко стирается, легко телефон вкладывается обратно. За счет ровненького края начального у нас получается плотное основание, то есть не загибается, никуда не деформируется. И телефон у нас всегда защищен. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Это ваша Наталья Некрасова.